Творит добро. Жить по такой формуле учат юных запорожцев в 94-й школе. В подтверждение этому в Альмаматор провели неделю доброты. В течение семи дней ученики и педагоги собирали вещи для нуждающихся, навещали воспитанников интерната, высаживали деревья и не только. Итоги подвели с помощью выставки и мастер-классов. Что из этого вышло, знает Инна Гогой. На день 94-я школа превратилась в город мастеров. В холле ребята вместе с педагогами организовали выставку. Свои творения представили ученики всех классов. В экспозиции есть вышивка, различные поделки и рисунки. Большинство работ на пасхальную тематику. Эта экспозиция, говорят в Альмаматор, стала завершающим этапом в марафоне добрых дел. В рамках недели доброты дети собирали вещи для нуждающихся, высадили почти 30 плодовых деревьев и 100 кустов роз. Но и это еще не все. Во вторник наши ребята посетили ветеранов педагогического труда. Тех людей, которые работали в нашей школе. В среду наши ребята ездили с концертом и с детской развлекательной программой в специализированную школу-интернат номер один. Где были очень тепло приняты такими же детьми, как и они. И ребята ждут их в гости вновь. За доброту и творческие способности все ребята получили символичные дипломы. Руководитель Орджоникизовской райадминистрации Зоя Лемарчук пожелала детям оставаться такими же искренними и добродушными. А школьники прямо на выставке провели сразу несколько мастер-классов. Учили друг друга рисовать, лепить из соленого теста, плести браслеты и делать картины из пайеток. Ребята от происходящего в восторге. Мне очень понравилось, когда мы лепили из соленого теста. Вот я слепила. А что ты слепила? Это солнышко, но я его еще не закончила. Мне больше понравилось делать браслеты, получать грамоты. И я люблю учиться в этой школе. Здесь много чего интересного, можно узнать. Можно научиться чему-то. Здесь у нас можно посадить что-то, можно с кем-то поделиться. Поделиться секретами. В школе считают, что такие мероприятия не только поднимают ребятам настроение, но также делают их более общительными и компанейскими. А самое главное – учат детей доброте и отзывчивости.